В Ульяновскую область пришли трескучие морозы. Минус 30 ночи на несколько градусов выше днём. Настоящая русская зима застала врасплох местных жителей, привыкших к более мягким климатическим условиям. С наступлением холодов вырастают и риски обморожений. Наиболее подвержены опасному состоянию пожилые и дети. У которых теплорегуляция более уязвима, особенно в такую холодную погоду, поэтому это лучше беречь и оставить дома. Затем обязательно помнить о том, что если люди курящие, курить на морозе ни в коем случае нельзя, потому что никотин, кроме своего вреда, о котором мы постоянно говорим, он вызывает спазм сосудов периферических и делает конечности и руки, и ноги более уязвимыми для проникновения холода. Бытует ошибочное мнение, якобы алкоголь помогает согреться. Но употребление спиртных напитков перед выходом на улицу только усугубляет проблему. Внимание рассеивается, и человек может просто не заметить того, что замерз. Безответственное отношение к здоровью может привести к четвертой степени обморожения, потере поврежденных холодом, конечностей и долгой реабилитации. По словам специалистов, даже к самой легкой первой степени необходимо относиться серьезно и вовремя принимать меры. Если человек видит, что там побелел кончик носа, там щеки, уши, ни в коем случае не растирать снегом, не растирать спиртом, потому что это может привести к дополнительным травмам и увеличению площади поражения. Согреться в теплом помещении, выпить чай или кофе, а к пораженному месту приложить сухую стерильную повязку. Так можно минимизировать риск осложнений. И все же проблему лучше предупредить. Одеться в мороз многослойно, плотно поесть перед выходом и по возможности не задерживаться на улице более получаса. Здоровый образ жизни также помогает сохранить тепло. А там в основном я не мерзну, не замерзаю. Я каждое утро занимаюсь гимнастикой, бегом уже лет, наверное, 20. Прибавил белки, кушаю побольше, наверное, то, что все-таки погода холодная, надо питаться правильно. По рекомендациям специалистов Минздрава, в холода необходимо увеличить норму белка и жирных кислот. Имбирный чай также поможет пережить морозы и как следует согреться. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.